Очень символично на самом деле, что вы свой юбилей отмечаете в юбилейный год Перми. В этом году вы знаете Перми 290 лет. И вот такими людьми, как вы, я считаю, что с такой полноценной трудовой биографией, с активной жизненной позицией мы гордимся. Сто лет отнюдь не одиночество, а насыщенный важными делами и интересными событиями жизни. Глава города поздравляет с солидным юбилеем Геннадия Наумыча Зельбермана. Он стоял у истоков энергетического комплекса Приками и участвовал в проектировании и строительстве Пермской ГРЭС 9-й и 14-й ТЭЦ. Продвигал проект теплофикации Перми. Уже 35 лет Геннадий Наумыч носит название «Заслуженного энергетика». У меня так получилось, что я в 25 лет стал главным инженером электростанции. Причем я был беспартийный. Поздравлением главы города присоединился и главный энергетик Приками Олег Жданов. И юбиляр с гостями много общих тем. Геннадий Наумыч в курсе всех политических и общественных дел. С интересом наблюдают за тем, как сегодня развивается родной город. И вот Пермь стала городом, в общем благоустроенным, большим городом. За праздничным столом последовал стихотворный подарок от второй половины. Супруге вместе уже 65 лет. Задача непроста, чтобы жизнь до ста. Много надо воли и ума, отличная память и знаний громада, чему я очень рада. Здоровье главное теперь и в организм свой верь. Увлечен литературой и музыкой, как орешки щелкает кроссворды. Геннадий Наумыч считает, чтобы не стареть, нужно постоянно тренировать собственный интеллект. Давать ему пищу для размышлений. Надо начитаться человеку в детстве в молодости. Тогда, вы знаете, можно читать очень много. Интересно. И это и время есть. А уже в пожилом возрасте, ну, больше, так сказать, справочную литературу. Елена Закирова, Александр Хробыстов, Телевизионная служба новостей.